Здравствуйте! В эфире новости РАУ. Сегодня в нашем выпуске концерт группы «Джезл в РАУ». Научная конференция «Международное гуманитарное право. Проблемы и перспективы развития». Заседание научно-технического совета РАУ. Открытие четвертой годичной конференции. Встреча с народным артистом Армении Владимир Масряном и режиссером Арменом Роновым. В Доме культуры РАУ прошел концерт группы «Джезл» под руководством Найры Гюрджиньян. «Джезл» под руководством Найры Гюрджиньян. В РАУ прошла третья международная научная конференция для молодых исследователей. «Международное гуманитарное право. Проблемы и перспективы развития». Конференция организована совместно с Международным комитетом Красного Креста. В конференции принимали участие представители из Армении, России, Нагорного Карабаха, Грузии, Белоруссии и Ирана. Обсуждались вопросы личной и государственной ответственности за нарушение норм «Международного гуманитарного права», а также инструменты их подавления и наказания. В Кинако-Уберау прошло заседание научно-технического совета. Администрация университета подводила ежемесячный отчет о научно-исследовательской деятельности факультетов. По странам СНГ на уровне исполнительного комитета глав государств создан очень мощный фонд, гуманитарный научный фонд, спонсирующий научные исследования, различные мероприятия. В этой связи к нам из нашего госкомитета Армении поступило предложение о том, каково будет наше участие в 2010-2011 году. Надо дать должное факультету политологии и факультету физико-техническому. Представлены очень два важных мероприятия. Первое – объявить 2010 год годом новаций и науки в странах СНГ. И еще тематика историка философского, историка правового значения, посвященная 65-летию Великой Победы. Открытие четвертой годичной научной конференции. Конференция проходила по трем секциям – физико-математические, естественные и социально-гуманитарные науки. Наука как бы капризная женщина. В хороших и умных руках становится творческой личностью и начинает творить. Самое главное в науке – это творчество. Простите, пожалуйста, всякие организационные меры копейки не стоят, если нет новых людей и нет настоящего творчества. Без творчества не бывает науки. Руководство университета большое внимание выделяет нам наукам. И та прекрасная плеяна преподавателей, которые работают у вас в университете, говорит о том, что действительно наука находится на высшем уровне у вас. Дни, месяцы, годы. Я думаю, мало у кого возникала уверенность в том, что университет в течение малого времени, короткого промежутка, сможет заявить о себе как о научном центре в стране. Центре, с которым сегодня считаются, без преувеличения во всем мире. Почему? Потому что нам удалось за это время привлечь к работе, к сотрудничеству с университетом действительно ведущие научные кадры страны. Конечно, 10 лет назад нам было очень трудно, 5 лет назад нам было трудно. Сегодня нам легко. Легко, потому что мы уже имеем свой фирменный знак. И знак качества в науке, качества в образовании, качества в нашей университетской деятельности. Не бывает, невозможно становление университета без науки. Невозможно становление университета без творчества. Я благодарен всем тем, кто присоединился к этой идее. Я благодарен тем, кто поверил в идею создания мощного научного культурного центра в стране. Рау прошла встреча студентов и профессорско-преподавательского состава с народным артистом Армении Владимир Масрианом и режиссером Арменом Роновым. Владимир Масриан сыграл во многих фильмах, но наибольшую известность ему принес фильм «Никола Паганини», где артист сыграл роль великого итальянского скрипача. В ходе встречи были показаны отдельные фрагменты из фильма, а затем студентам предоставилась возможность задать артисту интересующие их вопросы. Владимир Масриан «Никола Паганини» Владимир Масриан «Никола Паганини» Фильмы режиссера Армена Ронова в Армении снимались, но не показывались. Его 28-минутный фильм «Анна и Каренин» впервые был показан в стенах Рау. Главную роль в фильме сыграл Владимир Масриан. Режиссер также поделился со студентами историей создания фильма. Когда Ронова пригласили в Армению и предложили поставить проект сугубо армянской тематикой, он представил Анну Каренину. И по словам самого автора, выбор именно этого произведения был не случайным. Во-первых, Толстого отпевали в армянской церкви. Начнем с этого. В первом томе говорится о шествии Абдула Гамита. Это первый армянский геноцид 1896 года. И он говорил про территорию, где происходили вот эти действия. И вот я взял основу вот этих шествий Абдула Гамита. И тема армянского геноцида в этом фильм поднимается на жесткой такой основе. На сегодня у меня все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok